это только начало длинного пути под колесами сочинский серпантин впереди не десятки а сотни километров по такой дороге так начинается длинный путь в город владивосток пока что через курортные города я сейчас решил замахнуться наверное на самый максимум я захотел увидеть россию всю целиком вот прямо от самого начала до самого конца от моря до моря и проехать вдоль федеральной трассы и увидеть хотя бы ее серединку дмитрий сметкин путешественник со стажем а все его поездки именно с приставкой странные его youtube канал кстати так и называется для понимания одно из последних путешествий на самокате до минска притом не на электросамокате а на самом обычном где надо отталкиваться на ногой в этот раз велосипед наоборот электронный пока без имени дмитрий считает что оно должно появиться в процессе многое самое интересное я оставил дома потому что у меня сейчас все вещи на пересортировке на перестирке экранчик это ну то есть как бы это включение компьютера это самое основное здесь переключаемся режимы режим помощник помощника здесь сразу видна скорость и так далее вот фонарики сразу на нем интегрированы сразу очень мощные хорошие вот здесь у меня свой компьютер здесь висит телефон здесь свой еще дополнительный фонарик батарейка это вот она вот этот полный сектор и снизу в салатовой трубе такая же такая же здоровая батарейка эти батареи и этот мотор это практически самое максимальное то что изобрели на данный момент в мире таких велосипедов вес велосипеда без техники 28 килограммов полностью оборудованный 80 в этом весе две батареи питания велосипеда дмитрий говорит что в экономичном режиме его железный конь протянет 200 километров в общем от рязани до москвы доехать можно у дмитрия все же цели амбициознее ориентировочно до июня доехать до владивостока из адлера каждый 2000 километров он меняет расходники на велосипеде он спицы тормоза цепь и так далее иногда сам себе отправляет их по почте из города в город а ночует порой у своих подписчиков много кто готов приютить путешественника пока из предстоящих трудности это сочинский серпантин но сам дмитрий говорит что впереди сибири о которой он наслушался разных историй сами же истории с первых уст можно будет услышать на его youtube канале там же стать участником конкурса и выиграть этот самый велосипед у которого возможно к тому моменту и имя появится